Мужчин на улицах Харькова с самого утра больше, чем женщин. Сильный пол штурмует киоски с цветами. Большинство во вкусах консервативны. Любимым несут первые весенние тюльпаны. Они вспоминают, что есть женщины. И надо им сказать спасибо за то, что они уют создают мужчинам. Возле станции метро дам решили поздравить молодые политики. Вручают цветок каждой женщине. Особо стараются угодить тем, кто не улыбается. После подарка улыбка расцветает у каждой. Слишком материализован мир. Не хватает душевности, не хватает теплоты. Подарки материальные – это хорошо. Но все-таки, в первую очередь, я хочу, чтобы создавалось у женщин хорошее настроение благодаря душевному отношению. Чего ждут женщины в первый праздник весны? Харьковчанки признаются, среди самых ожидаемых подарков – цветы, косметика, украшения и домашняя украшения. Утварь. Но предпочтение отдают подаркам духовным, которые получают не всегда. Я действительно ощущаю какой-то подъем. Возможно, немножко грустно иногда, потому что не получаешь от того, чего хочешь. Но все равно, я думаю, это радостно. У активистов «Фронт Узмин» свои рецепты. Как подарить женщине улыбку на весь день. Ну, пришло 8 марта. Пожалуйста, ну, утром поднимись, приберись, приготовь покушать, кофе в постель, цветы принеси и все. И женщина весь год будет помнить 8 марта. Но некоторые мужчины с лучшим подарком для любимой определились давно. Она уже все получила. 52 года своей жизни здесь не прожил. А что, это плохой подарок? Молодые политики раздали сегодня несколько тысяч букетов. Без внимания не остались и те, у кого 8 марта всего второй раз в жизни. А что сказать спасибо? И бабули. И бабули вот. Бабули. Бабули есть. И бабули поздравили. Спасибо, дядя. И нажмут Борис Буцевич, медиагрупп «Объектив». Субтитры подогнал «Симон»